Меня зовут Настя. Сегодня буду рассказывать вам про наш путь к гибкой компании через внедрение практик самоуправления. Я работаю операционным директором. Операционный директор – это такое очень абстрактное понятие. Там дальше будет понятно, чем я занимаюсь. Я бывший сейлс-директор большого американского бренда Anastasia Beverly Hills в России. Это тоже все косметика. Закончила финансовый университет, работала в большой четверке, ну и потом из финансов ушла в бьюти и ни разу, короче, не пожалела. Омэскохолик. Тут ребята все собрались с цифровыми продуктами, какой-то крупняк. Мы делаем косметику. Нам будет в декабре уже 4 года. Мы продаем порядка 800 тысяч единиц продукции в год. Это довольно много. Представлено на всех основных маркетплейсах, в золотом яблоке. Также вы можете нас уже там найти офлайн. У нас 35 СКЮ, и этими 35 СКЮ мы зарабатываем деньги. Наша эволюционная цель – это такая вот Nordstar, к которой мы идем. Все люди в мире здоровые получают удовольствие от жизни. Мы делаем продукты именно для этого. И наша миссия – это вдохновлять на изменения и повышать качество жизни человека через заботу о здоровье и планете. Тут важно отметить, что мы веган и cruelty free. У нас есть международный сертификат PETA. Мы не тестируем на животных и не используем никакие продукты животного происхождения. Отправная точка. Я пришла в компанию полтора года назад. Меня пригласил работать собственник. И какое вот я увидела чудо. Выручка не растет 7 месяцев. Есть и кучка кадров. Никто в компании не работал больше года. Собственник увольнял просто людей отделами. Вот. Это было страшно. Мотивация за деньги. Да. И только. Недействующие регламенты и целый методолог на команду в 15 человек. Это просто жуть. Драйвит компанию только собственник. И когда я его увидела, у него были просто такие синяки под глазами. И наши патчи ему не помогали. В итоге, что, ну как бы, как это складывалось на бизнесе. Не запущенная линейка продуктов. Новая. Полгода продакт-менеджер просто ни одного продукта и даже концепцию не смог выпустить. Очень много ошибок при выпуске продуктов. Маска Холик. Было написано через А. В общем, какой-то кошмар. Контроль качества. Сдвиг сроков производства. Мы закрыли две линейки продукции, потому что они были неэффективны. Их плохо лончили. В общем, было непонятно, и в чем концепт наш любимый. Неэффективный рост расходов на маркетинг. Наша финансовая модель просто трещала по швам. И невыполнение плана продаж. Мы ловили кассовые разрывы чуть ли не каждую неделю. Это было адовое время, но мы справились. Старая ОК-структура выглядела следующим образом. Всем знаменитая пирамидка. Есть собственник. И вот это вот все люди, которыми он управляет. Он же директор по продукту. Он же директор по продажам. Он же директор по маркетингу. Самое важное, что здесь нужно увидеть, это отсутствие стрелочек между людьми. То есть они общались все через собственника, и все решения проходили через него. В целом, собственника можно залюбить на любого другого менеджера и посмотреть, что во многих компаниях действительно так и есть. Люди в курилке обсуждали, какой же он придурок. И было очень грустно. Отзывы сотрудников, тех самых, которых мы потом всех уволили. Больше вовлеченности самих сотрудников. Не хватает развития потенциала. Отсутствует структурность. Невероятное количество задач. В общем, 2 и 2 нам поставили. Дальше. Непонимание руководства, в какую сторону двигаться. Нет определенной цели. Чувство напряжения. В общем, ни разу не компания мечты, хотя команда была супермолодая. Собственник тоже ему 33 года. Классный парень, у которого было несколько бизнесов уже. И какой же был запрос? Успешная современная в компании, в которой есть место инновациям. Ну и, конечно же, выйти из операционки. Аминь, кажется, мечтает каждый собственник об этом. Что и как мы внедряли. Мы хотели сфокусироваться на клиенте, потому что кажется, что сейчас на рынке выигрывает только тот, кто фокусируется на клиенте. Мы хотим создавать продукт, который действительно нужен, а не бездумно штамповать какие-то странные вещи. Сильная команда. Конечно же, амбиций много. Хочется достигать миллиардных оборотов. И для этого один ты это не сделаешь. Гибкость правил. Методолога, да, все помнят. Хотелось бы, чтобы правила были опорой, а не ограничителем на пути создания ценности. И децентрализованная структура. Тогда уже Миша, наш собственник, съездил во вкус, вилл, подсмотрел, что у них там что-то такое происходит. И мы поняли, что в условиях как бы быстро меняющегося рынка децентрализованная структура – это наш ключик к устойчивости. Кто-нибудь слышал что-то про бирюзовой компании? О, отлично. Сейчас мы с вами поговорим. В общем, я, прочитав книжки всякие мудрые, классные, посмотрев YouTube, вдохновилась бирюзой и думаю, ну, какая же красота. Нужно все это нам все внедрять. И самый прикол в том, что это высокоприбыльные, новые компании, организации будущего. И вот это все красивое. Но самое важное, что у них есть, это три ключевых аспекта. Это эволюционная цель, самоуправление и целостность. В том числе каждого члена команды. И мы решили двигаться в эту сторону. Ну, что-то новенькое, интересное. Это, наверное, уже мои приколы были. Самое интересное, что, естественно, чисто бирюзовых компаний не существует. Это такие единорожки, будущее и все прочее. Мы решили сфокусироваться на самоуправлении, как на таком более понятном инструменте. Много компаний уже есть, которые это внедряют. Тут важное отличие самоуправления и самоорганизации. Самоорганизации есть цель и задачи, которые тебе дали, и ты как хочешь, так и выполняешь. Самоуправление – это ты сам ставишь себе цели и задачи, такие предприниматели и вот это вот все. Ну, самоорганизация, понятно. Мы создали общие инфополи, отказались от менеджмента времени, отказались от места, где человек работает. Можно работать в офисе, можно работать на удаленке. Из самоуправления мы решили внедрять следующее. Круговая структура. Дальше я вам ее покажу. Не должности, а роли. Принципиальное различие. Консент, как метод принятия решений. Горизонтальное лидерство. Обратная связь. Ну, естественно, куда без нее. Прозрачность информации. И фасилитация встреч. Я вам расскажу про эти три, потому что все остальное вы можете видеть, ну, как бы и в иерархичных структурах. Чего вам это рассказывать? Важно, при формировании команды мы сразу же показывали новую орг структуру. Так вышло, что из той команды, в которой я пришла, никого не осталось. Это, ну, не специально, если что. Вот, но так легче. Вот. Когда человек приходил, мы показывали орг структуру, показывали, где он будет относительно клиента. И, ну, отправляли в нашу библиотеку. Я какие-то вот проводила мероприятия, рассказывала про спиральную динамику. Вот. И, соответственно, ребятам было легче. Ну, я надеюсь. Итак, начнем с круговой орг структуры. Вот из пирамидки она превратилась вот в такое что-то очень непонятное. Вот. Мы взяли за основу подход в Кусвилл. Это система дуальных обещаний. То есть есть обещание клиенту, есть обещание внутри. Я сейчас покажу поближе, но в целом не жду, чтобы все поймете. Вот. Как вы видите, в центре клиент и обещание ему. У нас есть те ребятки, которые обещают это продакшн. Они обещают физический продукт, что он с какими-то свойствами. Да, там, не знаю, безопасный, эффективный. Вопросик, как это все измерить, но это другой вопрос. Дальше. У нас есть маркетинг, который обещает не просто продукт физически, а какие-то смыслы. Они отвечают за это. Есть селзы, которые отвечают, ну, как бы обещают клиенту, что продукт будет доступен, все понятно, вы найдете его, он будет в наличии. Есть моя любимая операционка, которая никому ничего не обещает. Это вот как раз таки я. Вот. Ну ладно, мы обещаем компании, чтобы все, что они там напридумывали и обещали клиенту, мы поможем им это все воплотить. Дальше покажу, как она трансформировалась. Вот такую вот структуру мы построили. И дальше переходим к консенту. Это вообще моя любимая часть. Консент – это метод принятия решений, при котором нет определенных причин, по которым решение может нанести вред. Сейчас я вам расскажу на примере. Удобно определять через противопоставление консенсусу. Консенсус – это все согласились. Консент – это нет валидных возражений. Вроде бы, ну что там, как бы разница небольшая, но на самом деле консент – это про скорость. Мы не ждем, пока все одобрят. Консент – это про ориентир на пользу. Получается, что мы про компанию и про клиента, а не про то, что я хочу. Мы про критическое мышление. Никаких мне не нравится. Вот эти вот, знаете. Ну что-то вот не то. И завырнул, блин, все. Ненавижу такое. И давайте я расскажу, как консент проходит. Есть какое-то предложение. К нему задаются вопросы. И мы ищем возражения. Тут как бы дисклеймер, что любой консент должен фасилитироваться. Он нативно как бы сам не происходит. Если нет возражений, мы берем в работу. Если возражение есть, мы проверяем его на валидность. Тут, конечно, тоже много вопросов, что есть валидно. Если возражение не валидно, то мы берем в работу. Если возражение валидно, мы снова идем по вот этому замечательному консенту. Расскажу на нашем примере кратенько. У нас была произведена увлажняющая ссылочка в количестве 17 тысяч штук. Это дофига. Запах не соответствует эталону. Проведены исследования по качеству и тому вот всему прочему. И предложение от собственника списать. Ну, вопрос, естественно. Насколько хватает текущих запасов, когда следующая партия? Мы на них отвечаем. Есть ли возражения? Я говорю, вы что? Ребята, вы вообще видали, сколько это бабла? У меня возражение списывать. Но мне говорят, что возражение не валидно, потому что оно не направлено клиентой на эволюционную цель. Продажи говорят. Мы не знаем точно, что клиенту запах не понравится. Поэтому если у нас нет остатков, и мы не можем выполнять свое обещание о наличии продукта. Возражение валидно, потому что мы обещаем продукт наличия. И дальше, короче, я вам не буду рассказывать, как это все очень-очень долго проходило, много-много раз. Но в итоге мы приняли решение, что мы продаем нашу сыворотку со скидкой. Мы объясняем, что с ней что-то не то. Мы провели исследование на фокус-группе на большой. И затем поняли, что если будет негатив, то мы списываем. Списывать не пришлось, как видите. Поэтому то, что мы думали, что не зайдет клиенту, на самом деле ему зашло. Горизонтальное лидерство – это про то, что лидировать проект может любой, если нет возражений. Все уже про консент знают. Зачем? Помогает в кросс-функциональных взаимодействиях. Дает возможность людям расти, даже если ты джуник. И, конечно же, снижает нагрузку на лидеров. Маленький пример. Менеджер по работе с отзывами джуник. Она говорит о том, что покупатели просят совет. Чего там выбрать? Как это? Чего мне будет? Можно мне вот это? И нужен косметолог. Она приходит к тому, к тем, кто как бы вообще как-то касается этой темы. Это маркетинг и продукт. Они не возражают, что нужен косметолог к нам на аутсорс. Можно снять контент, говорит маркетинг. Можно получить обратную связь на продукты, говорит продукт. И возникает вопрос, а в чьей это как бы зоне ответственности? Мы же не будем отдельного менеджера по работе с косметологом нанимать. И менеджер по работе с отзывами говорит, что готова забрать на себя. Собирает рабочую группу, бренд, продукт. И, собственно, они собираются в замечательный кружочек, в котором они что-то пилят. Ну и, как видите, мы запустили проект, в котором действительно мы сняли классные видосы с косметологом. Теперь он отвечает на вопросы наших покупателей. К слову, реально менеджер по работе с отзывами, ей 21 год. Ну, она прям джун. Но было очень прикольно, что она смогла сделать что-то кросс-функциональное. И, ну, так как возражений не было, ну, в общем-то и все. Что мы получили? Выручка. Мы выросли в полтора раза к 2021 году и, по прогнозу, вырастем в полтора раза к 2022 году. Мы хотели X3, спойлер, но не вышло. Ебеда у нас осталась на том же уровне. Чистая прибыль снизилась, потому что мы вышли на НДС. Мы немаленькие ребята. Вот. И команда с 15 человек выросла до 30. Не цифровые. Мы построили систему оценки отзывов через все площадки. Мы пропускаем все решения через фильтры эволюционной цели. И клиента, собственник, лидирует только свой любимый отдел продукта. И больше ничего. Правила создает сама команда. Большая часть решений перенимается на местах. И отзывы сотрудников слезы радости. Я вам их потом покажу. Орг-структура выглядит следующим образом. Она все так же осталась относительно клиентов. Клиента появилась вложенность кругов. И у каждого круга есть миссия или обещания, которые они дают. И метрики, как мы это меряем. И когда я говорю, что у всех, это реально прямо у всех, есть метрики и обещания. И высшим органом принятия решений является совет джедаев. Мы себя так называем. Мы отвечаем за метрики компании. И за обещания компании ключевое. Здесь вы видите, что у каждого круга есть лидер. Ну, почти у каждого круга есть какие-то самоорганизующиеся команды. Возникают круги, которые просто возникают. И лидеры кругов больших, сейлс, операционка, маркетинг и продукт, они входят в совет джедаев. Что из гибких подходов у нас сейчас есть? Это круговая структура, самоорганизация, высокий уровень, самоуправление на уровне совета. И некоторых лидеров. Много свободы в рамках роли. Открытость финансов, концент, моя любовь. Горизонтальное лидерство, высокая вовлеченность команды. Культура обратной связи и фасилитация встреч. Мы тоже к этому пришли. Напомню, мы не айтишники, вообще просто производственники. Вот. Моя гордость. Это вот эти замечательные отзывы. Когда мы провели ЕНПС, вообще замерили, я рыдала. Я реально рыдала, потому что это было очень прекрасно, что ребята чувствуют, что у них есть возможности, что они хотят ходить на работу, что они растут, что компания прозрачна для них. Ну вот еще вот тут я вам хвастаюсь, смотрите. Вот. И что мы планируем дальше? Конечно же, мы провели стратегические сессии, чтобы двигаться всем вместе. Мы планируем описание всех ролей и всех метрик для прозрачности и быстрого реагирования. Мы планируем сделать систему грейдов, чтобы ребята понимали, как в такой странной структуре можно расти в деньгах. Мы планируем обучение горизонтальному лидерству. Благо, есть очень много компаний, которые это делают. И, конечно же, мы хотим сделать общую мотивацию от NetProfit, потому что мы не верим в индивидуальный KPI, особенно, когда все настолько завязано друг на друга. Любименькое. Факапы и уроки. Первое. Мы потеряли фокус на стратегии роста. Мы не выросли, как хотели. Мы хотели вырасти X3. Собственник был не очень рад, когда мы выросли в полтора раза. Но, тем не менее. Мы не научились жить без плана продаж. Выполнение плана сильно влияет до сих пор на нашу финансовую устойчивость. И это немножечко не коррелирует с обещанием клиенту, когда ты фокусируешься на плане продаж. Но мы над этим работаем. Вот во вкусу ребята, допустим, без плана продаж живут. Мы не обучали всех новым подходам в управлении. Только сейчас начнем. Пригласили к себе Scrum Track в октябре. Мы только давали структуру. И мало вообще вкладывали в образование. В основном я сама вкладывалась в свое образование. Рекомендации. Для всех. Поймите, что самоуправление – это не панацея. Нужно понимать, какую вы задачу решаете. Это реально не для всех. Иерархичные структуры прекрасно тоже работают. Берите опыт тех, кто прошел или в процессе. Это супер важно. Это и поддержка, ну и ошибки, и уроки. Для собственников. Поймите, что самоуправление не починит вам бизнес-модель. Придется начать перестройку с себя. И перестройка может прийти к потере результативности. Вот наш пример. Это реально доказывает. Для менеджеров у вас должны быть полномочия. Если вам никто не разрешил это делать, скорее всего, все подумают, что вы творите какую-то дичь и начнут вам внедрять все эти истории, которые вы не хотите внедрять. Получите реальное одобрение собственника. Помните, что эта игра конечная. Собственник может смениться к вам, может зайти в фонд. И ваша игра в самоуправление закончится. Вот я тоже с этой мыслью все время живу. И, конечно же, найдите единомышленников. Это очень важно, потому что одно дело думать, мечтать о бирюзе, о самоуправлении. А другое дело вдедрять, плакать и, в общем, жить очень трудной жизнью. Если хотите знать больше о бирюзомбах и самоуправлении, книжки, пожалуйста, компании. Вот хочу отметить Дашу, которая с точкой сидит. Я ездила на стажировку. В общем, у трех компаний из четырех есть бизнес-стажировки. Я вам очень люблю. Мне реально не платили за это. Но там настолько здорово. И вы можете подсмотреть какие-то истории, которые они уже прошли. У них разные модели управления. Войл-энерджи социократии, в точке холократия. Во вкус вилдуальное обещание. Супер интересно. Ничего не понятно. Но реально того стоит. Ну и книжки, конечно же, рекомендую начать со спиральной динамики, как основы вообще развития каких-то цветов. Там бирюза, желтый, красный и все тому прочее. Хотелось бы закончить тем, что я всегда мечтала работать в компании, в которой мне реально будет нравиться. В которой я смогу реализовываться. Ну, сама реализовываться. Компания будет реализовываться. И, кажется, моя мечта начинает сбываться. Поэтому рекомендую вам тоже начать мечтать, потому что мечтать вам к лицу. Спасибо. Спасибо, Настя, большое. Так, коллеги, у нас есть время на вопросы из трансляции, вопросы из зала. Есть ли у вас вопросы из зала? Давайте. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Макс. Я занимаюсь внедрением гибких методик в ресторанной группе. Вот, вопрос вот какой. Судя по вашей презентации, судя по миссии и видению, бизнес очень эмоциональный, очень творческий, эстетический. И с другой стороны, есть критическое мышление гибкое. Встречали ли вы при внедрении изменений вот разрыв между мышлением творческим, эмоциональным, таким достаточно хаотичным и, собственно, системным и гибким? И если встречали, как преодолевали? Да, спасибо за вопрос. Это, наверное, больше к отделу маркетинга. Там очень много креативных ребят, которые, да, там, мы от синера ожидаем, что он будет мыслить метриками. А он такой, типа, я же директор, я вообще такого ничего не делаю. Вот. И мы, конечно же, искали сразу, либо перекрывали, ну, то есть лидер круга большого перекрывает вот эту вот недостающую функцию. Но мы всех обучаем финансам, лично, и всех на метрике, да, на аналитику настраиваем, что, ребят, здесь по-другому не будет. Ну, и они уже, когда приходят, они об этом знают, им сложно. Мы видим факапы, нам приходится самим это закрывать, как лидерам направлений. Но в основном, конечно, ну, как бы маркетинг, вот они по большей части, да. Только обучение, только хардкор. Спасибо. Из трансляции пока нет вопросов. Напомню, что у нас есть подарки за лучший вопрос. Да, сразу рука. Знаешь, меня зовут Алексей Атол. Я не был на всей твоей презентации, возможно, этот вопрос поднимался, но как соблюсти вот в самоорганизующихся, самоуправляющихся организациях баланс ответственности и полномочий? То есть это было? Нет? Все? Как соблюсти баланс? Сложно, потому что ты никогда не знаешь, что тебе действительно, какие полномочия тебе потребуются. Консент, как метод принятия решений, помогает. Я сейчас вот это делаю. Все там, типа, да, нет возражений. Все, все видели. Все, я это делаю. Вот. Мы когда формировали орг структуру, мы подумали над тем, если бы это был самый топчик вообще человек, даже если это Джун, какие решения он будет вот здесь принимать. Ну и плюс помогает мыслить ролями, а не должностями. Ну, то есть если у тебя есть миссия, условно, у меня как у лидера круга HR есть миссия, что все в компании Маскохолик счастливы тут работать и вообще никуда не собираются и развиваются, то я делаю все, что служит этой миссии. То есть, ну, как бы формулировать не через должность, а через миссию. Помогает. Правильно я сейчас слышу, что на начальном этапе, то есть лидеры, которые стоят во главе компании, либо чуть ниже, они, в принципе, через ролевую модель могут определить ту зону ответственности и полномочий, которая нужна более низкому человеку. Сотруднику, извините за грубость, может быть. Более низкому человеку, да. А дальше этот же сотрудник должен это принять. То есть он должен принять и полномочия, и ответственность. Вот с этим как? У нас тут кейс такой, что команда полностью сменилась, и мы сначала сделали орг структуру с обещаниями клиенту и вот с ролями и прочим. И когда человек приходил, мы говорили, вот ты будешь вот тут, твое обещание вот такое, если тебе что-то нужно будет, ты скажи. Ну, делегирует полномочия совет директоров в нашем этапе, потом лидер круга делегирует. А делегировать? Да. Можно. Снизу и вверх, да, можно ли диригировать, был вопрос. Вынести на консент, если ты хочешь что-то от себя отдать и говорить, ребят, я считаю, что это не в моей зоне ответственности. И по консенту, как по методу принять решение, вы проходите, что типа я это делать больше не буду. Вот. Если никто не возразил, значит ты это делаешь. Спасибо. У нас есть трансляция. У нас есть вопрос, благодаря за доклад, как горизонтальное лидерство работает в случае, если видение одного из членов команды расходится с мнением менеджера, как решается спор? Через консент. Ну, то есть, приведи мне аргумент, почему я сейчас не должен этого делать. Чаще всего, конечно, из-за опыта у менеджера могут быть прям валидные аргументы, но вообще не всегда. Поэтому, если менеджер говорит, ну я бы так не сделал и мне не нравится, мы такие, спасибо тебе большое за твое мнение, можешь оставить его при себе. Спасибо. Вот она вот такая, вот именно вот такая. Так, коллеги, вопрос. Спасибо. Анастасия, меня тоже зовут Анастасия. Большое спасибо за доклад. Доклад очень классный, презентация классная, и ты очень классная выступающая, мне понравилось. Так, теперь к вопросу. Ты говоришь, что полностью сменилась команда, и вроде бы всем ничего не нравилось, ты пришла, сказала, что сейчас будут ребята по-другому и круто. Чего они ушли-то? Чего они ушли? Ой, ну слушай, кого-то мы ушли, кто-то сам ушел, кто-то начал делать свой бизнес на Вайлберрис, такое часто бывает в тех, кто работает на маркетплейсах. Кто-то уходил такой, типа, ну, 18.00, спасибо большое, до свидания. И как бы у нас руководитель отдела продаж уехал в отпуск на две недели, и мы с собственником допиливали план. Сами руками я грузила золотое яблоко, покалывала коробки, потому что нужно было сделать план, нужны были бабки. И мы тогда поняли, что, ну, как бы, это не тот роб, который мы хотим, чтобы у нас был. И, ну, и как бы, в общем, все люди начали потихонечку ходить, потому что, а, нужно было начать работать, б, им давным-давно не нравилось, и это починить сильно сложнее. Ну, то есть, у нас, когда была встреча по обратной связи, такое, открыли мы портал в ад, там собственнику надавали, мам, не горюй, обратной связи, все были недовольны, и, ну, просто держались, чтобы где-то работать. А тут пришлось начать прям фигачить, и зачем это делать, если тебе компания не нравится. То есть, получается, дело было не совсем в бирюзовости, а в команде. Да, дело было в команде, ну, я пришла и подумала, первая у меня была мысль, господи, я что, тут буду работать? Вот, но так вышло. Это не обязательно, это сильно легче с новой командой начинать. Я подтянула просто людей, с которыми раньше работала, и было сильно легче развиваться. Но это были люди. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Коллеги, еще есть время задать вопрос? Давай я поборюсь за приз. Подожди, подожди, вот там есть еще вопрос. А, еще вопрос. А можно я в эту же тему прям быстро спрошу? Был вопрос про смену команды, а как вы берете в команду? То есть, нет ли такого, что вы берете человека, да, вы ему все рассказываете, он приходит и говорит, блин, а как тут принимать решение, тут у нас консенты вокруг, и пойду-ка я лучше в какую-нибудь там более простую и понятную компанию для себя. Так было. Ну, то есть, люди приходили, вдохновлялись свободой и прочее, потом их пришибало ответственностью, и, ну, и как бы они уходили. Мы берем, мы изначально берем либо тех, кто заколебался прям работать в корпорациях, ну, то есть, негативной мотивации, вот, либо тех, кто там уже вырос и хочет создавать что-то свое, вот, с высоким уровнем предпринимательства, у нас нанимает лидер, то есть, у нас рекрутер, он только помогает искать, нанимает лидер, и собеседует потом вся команда, ну, в зависимости от уровня, то есть, во внутренний круг собеседует весь круг, сначала лидер, потом круг, а если это лидер направления, то мы советом принимаем решение, и я не могу единолично нанять, там, лидера какого-то круга большого, мне нужно получить одобрение второго человека из совета. Вот, если он мне говорит да, потому что я могу влюбиться, такая, вау, какой классный кандидат, и не заметить каких-то, ну, очевидных недостатков. Вот, и потом, конечно же, анбординг, это самое сложное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.